Вместо пустырей скверы и спортивные площадки. Так решили жители Твери в прошлом году, приняв участие во всероссийском онлайн-голосовании по благоустройству новых современных общественных зон в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Что в Твери уже благоустроили минувшим летом и какой план на следующий сезон, об этом в нашем следующем материале выпуска. За четыре года в Тверской области благоустроили около 500 общественных пространств. Это скверы, парки, детские и спортивные площадки. Каждую весну проводится онлайн-голосование по выбору новых зон. На суд горожан несколько проектов. Так, в прошлом году лидером общественного мнения стал проект сквера в Мигалове на месте пустыря. За лето была возведена современная площадка, где комфортно и детям, и спортсменам, и старшему поколению. После того, что здесь было, болото, все это хорошо сделали, молодцы. Здесь очень хороший воздух. Это нас очень радует. Тут дети. Смотрим на детей и за них радуемся, что они сюда приходят. Я утром занимаюсь. Пробегаю где-то 2-3 километра. Очень хороший парк. Неудивительно, что сквер стал местом притяжения жителей микрорайона. Благодаря активному голосованию новое место для отдыха получили и жители Радужного в Заволжье. За этот год здесь уже выполнена часть работ. Всего в Тверской области в 2022 году реализуются 97 проектов благоустройства в 38 муниципалитетах Верхнего Лужья. Это 71 общественное пространство, 19 дворов и 7 проектов в малых городах. И все в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Наша задача – реализовывать современные проекты. При этом важно сохранять исторические традиции, самобытность территорий. В регионе на работные стандарты. Задан определенный уровень проведения благоустройства. Кроме того, в 2022 году в 20 муниципалитетах региона по поручению губернатора Игоря Рудени устанавливают 20 детских игровых комплексов. Важно, что ключевым является все же мнение самих горожан. Мы поинтересовались, чего не хватает жителям областной столицы. Какие-то дома старинные, чтобы они были более модернизированы. То есть реставрация вышла. В центре у нас вроде бы все неплохо, а в Заволжском, а в Чайке, в дальних районах. Наверное, чтобы побольше было каких-то точек, куда можно прийти, за кофе сбегать, на такой прогулочке, скажем так, чтобы было побольше мусорных баков. Тропинки у нас на Соменке сделать. Какую-нибудь зону отдыха, наверное, все-таки сделать. Какое-нибудь кафе приличное. Где начнутся масштабные ремонтные работы в 2023 году уже известно. Жители 11 крупных городов региона в этом году определили 11 проектов благоустройства. Улица Трехсвятска еще один объект благоустройства. Уже в следующем году здесь начнутся масштабные работы. Напомним, что проект победил в онлайн-голосовании, которое проводится ежегодно среди жителей Твери, которые выбирают сами, что будет приводиться в порядок в следующем году. За прошедшие годы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустройство провели в разных районах Твери. Например, в сквере у памятника Михаила Тверскому благоустроен сквер в Южном. В 2021 году была благоустроена новая зона отдыха на Мигаловской набережной. Субтитры создавал DimaTorzok